Да уж, своих там точно не бросают, и мы в очередной раз в этом убедились. Еще вчера на полном серьезе велись какие-то разговоры о грядущих переменах, связанных с отставкой правительства. Затем наступило некое разочарование, когда стало очевидным, что ключевые министры из Кабмина Медведева никуда не денутся. И они вернулись на свои посты, я сейчас о Шойгу, Лаврове, Силуанове и Колокольцеве. Ну уж, а когда оставшихся не у дел товарищей начали пристраивать кого куда, тут и вовсе иллюзии развеялись. Ну вот, например, экс-министр Трудотопилин возглавил пенсионный фонд. Дроздова, в свою очередь, передвинули на позицию замминистра финансов. Провалившая на пару с Голиковой реформу здравоохранения Скворцова переехала в кресло руководителя федерального медико-биологического агентства. Ах, вы не помните, кто такая Скворцова. Да это, которая свистела постоянно, будучи главой Минздрава, например, о средней зарплате врачей в 79 тысяч. Или о том, что больницы у нас открываются едва ли не под каждой елкой. А еще о том, что качество отечественной медицины вышло на такой уровень, к нам весь мир едет лечиться. Да мало ли там было Скворцовых, но всех куда-то приткнули. Эти люди продолжат работать на благо нас с вами, поэтому кардинальных перемен ждать не приходится. Начинаем! Пропагандистов чуть не забыл помянуть добрым словом. Ребятишки уже нахваливают случившиеся перестановки. Вот, например, выдержка из комсомольской правды за 22 января. Западные СМИ о новом Кабмине России. Путину важнее проблемы россиян, чем смена курса внешней политики. О, как! Ну и далее новые назначения могут быть направлены на перезагрузку ослабленного имиджа правительства. Они сконцентрируют внимание на стремлении поднять реальные доходы граждан, реализовать крупные национальные проекты, которые помогут России прорваться в новую экономическую лигу. А ссылка в данном случае идет на рейтерс, скажу честно. Я даже поискал, где-то рейтерс такое писали. Поиски успехом не увенчались. Все на тот же КП меня переадресовывает система. Что говорит только об одном, друзья, нам просто морочат голову. Надо создать шумиху и придать происходящим процессам максимум значимости. Пропаганда этим и занимается. Есть такое понятие в политологии информационный шум. Даже из формулировки понятно, что это за зверь такой. Это когда вам замусоривают мозг всяким ненужным хламом. И мозг в какой-то момент уже просто не в состоянии что-то анализировать. Подводим итог. Так что же осталось в голове у простого человека после? Что-то где-то меняли. Каких-то министров. В каком-то правительстве. Зачем меняли? Непонятно. Но мне от этого должно быть хорошо. Короче, жираф большой, ему видней. Как-то так. Еще острый вопрос. Ваши слова своих не сдаем. Относятся ко взяточникам и коррупционерам? Я не считаю их своими. Отдельного внимания заслуживает новоиспеченный министр культуры, протеже гениального режиссера Михалкова Ольга Любимова. Блин, мне если честно интересно просто. Кремлевские политтехнологи вообще мышей не ловят, что ли? Но они же раньше нас узнали, что девицу собираются назначить на высокий пост. Неужели нельзя было хотя бы интернет за ней подчистить? Вот, например, будущий министр сфотографировалась. Правда, 10 лет назад это было, но тем не менее. А вот ее писульки из ЖЖ выяснило неожиданно для себя, что я ни х***а, ни культурный человек. Но вот если быть честной перед самой собой, то я просто не переношу ходить на выставки, в музеи, в оперу, в балет, классическую музыку. Для меня сущий ад. Вечера памяти распрекрасных, давно ушедших людей. Меня тошнит от коллективных писем гнева. Я не смогу принять участие в митинге или шествии. Я была в Париже, но не была в Лувре. Была в Барселоне, но не поднималась на Саграду фамилию. Потому что боюсь высоты и не люблю толпу. Не хочу увидеть своими глазами Мону Лизу. Не плавала в Венеции на гондоле. Короче, дальше читать этот бред не стану. Алё, это прачечная, х***начечная, Министерство культуры. Зато, блин, Водонаева нацию оказывается оскорбила, когда высказалась о маткапитале. А вот эта девица, уверен, новых Пушкиных, но возрождает армию. Это реальная журналистика. Плыви, Титаник, плыви, тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Ещё немного по поводу профессионализма наших слуг народа. Всего 40 минут хватило профильному комитету Государственной Думы на то, чтобы изучить все предлагаемые поправки, которые в апреле собираются внести в основной закон страны, в Конституцию. Ещё раз. 40 минут всего, и ребята разобрались, что к чему. Поправки сами готовились 4 дня. Кто входил в рабочую группу, даже не спрашивайте. Ну, как обычно, артисты, космонавты, заслуженные собаководы России. Вот одни профи 4 дня над поправками потели, другие чуть больше получаса в них въезжали. Вуаля, рекомендуем принять. Чтобы вы понимали, у Конституции, по которой мы пока живём, от 93-го года, было более тысячи авторов. Работа над её проектом велась с ноября 91-го по декабрь 92-го, то есть более года. Текст затем писали ещё 3,5 года, а тут 22 притопа, 22 прихлопа и опа! Тогда смысл в голосовании, если президент уже подпишет законопроект в том момент? Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежные средства массовой информации... Вот такую форму, которую мы для себя избираем, сложную, но при этом демократичную... Кстати, ещё на одну забавную вещь обратил внимание. А помните, в своём эпичном послании 15 января президент заострил внимание на том, что в госструктурах всех ветвей власти не должно быть людей с двойным гражданством и даже с видом на жительство за границей, присутствующие тогда громко аплодировали, а потом сокрушались перед пропагандистскими камерами, мол, давно пора. Это же где такое видано? Чтобы занимающий ответственную должность патриот был не до конца патриотом... Матвиенко, к слову, после даже расширить данный список предложила, ну, в смысле, на кого это правило должно распространяться ещё? Есть факты получения зарубежного гражданства вида на жительство, в том числе дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Не, ну хорошая идея, полностью поддерживаю. Вот только у меня тут вопрос возник. Вроде уже столько времени прошло, а я ведь до сих пор так и не увидел, не услышал, чтобы кто-то из этих депутатов или чиновников или вот дипломатов демонстративно появился на публике и сказал, вот, друзья, это мой израильский паспорт, ну или там французский, американский. Я хочу в вашем присутствии порвать сей документ и сделать заявление, что я отказываюсь от гражданства или вида на жительство в этой стране. Представляете, ни одного не нашлось с двойным гражданством. Вот это поворот. Неделю назад ещё были, а сейчас канули в лету. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Ну а пока пропагандисты или заблюды рассказывают нам байки о том, как Путин объявил курс на повышение реальных доходов граждан, в Госдуме под шумок отклонили законопроекта поднятия планки для самых бедных россиян до уровня прожиточного минимума. Речь идёт о людях, которые теоретически этот прожиточный минимум имеют, однако на самом деле оно не совсем так. После выплаты налогов и отчислений во внебюджетные фонды на руки человек получает меньшую сумму. Депутатам предложили, ну давайте эти копейки им компенсируем, и отсказали народные избранники, пусть лучше работают или больше. Понять единороссов, а это именно они, воспротивились несложно. Главарь столько наобещал гражданам в последний раз, что сейчас бы ещё придумать, где такую кучу денег-то взять. Ребятишки уже примерно прикинули, в 4,5 триллиона им понты великого кормчего обойдутся. И вот два-то в бюджете есть вопрос, откуда ещё 2,5 выдернуть? Не поверите. Даже на святое господа из Единой России их задумали покуситься отменить налоговые льготы нефтяникам. Не только нефтяникам, а вообще пацанам с серьёзными бабками. Ротенберг, кстати, по этому поводу даже собрался как индивидуальный предприниматель регистрироваться. Беда. Ну и если подытоживать, господа рано обрадовались. Я сейчас к тем господам обращаюсь, которые на самом деле уверовали, что мы уже одной ногой в прекрасной России будущего, где нет коррупции, где всё цветёт и пахнет, где слуги народа по-настоящему народные слуги, а не «уберите от меня вот этих неприятных товарищей». Кого? Ну, хорошо, избирателей. Всё равно уберите, от них дурно пахнет. Пообещать не значит жениться, да и ждут нас, в общем, весьма интересные концерты в обозримом будущем, я так думаю. Недаром чуть выше оговорился, что ради выполнения наобещенного могут снова начать трясти олигархов, а это вам не старушек. И безработных данью до штрафами облагать, в общем, выдержитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения, а это была реальная журналистика и сегодня. Вот так. Дальше сами всё знаете, ссылка на YouTube, страничку сверху. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.